Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов, у микрофона ведущий Сергея Лана Антонова. Ежегодно, начиная с 1992 года, 22 марта отмечается как Всемирный день водных ресурсов. Он предоставляет возможность подробнее узнать о проблемах, связанных с водными ресурсами, вдохновиться, рассказать о ним других и принять меры для изменения ситуации к лучшему. В истории нашей планеты, конечно же, вода имеет исключительно важное значение. И, пожалуй, никакое другое вещество не может сравниться с водой по своему влиянию на ход тех изменений, которые претерпела Земля за годы своего существования. Так, великие государства всегда возникали у воды. Вода давала пропитание, очищала, по воде передвигались, в воде поклонялись. Но она необходима не только для того, чтобы утолить жажду и помочь в сохранении жизни и здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение во всех сферах экономического, социального и человеческого развития. Сегодня Россия относится к странам, которые наиболее обеспечены водными ресурсами. И занимает второе место после Бразилии. А также лидирует по запасам пресных вод. В России сосредоточено более 20% пресных вод. Какая работа проводится на сегодня для привлечения внимания общественности к сохранению водных ресурсов нашей республики? Какие проблемы необходимо решить в первую очередь? И как ведется контроль за состоянием водных объектов Якутии? Об этом и многом другом сегодня в нашей программе. Итак, настало время представить моих собеседников. Это руководитель департамента по водным отношениям и экологическому просвещению, Минэкологии Якутии Зинаида Егоровна Васильевна. Добрый день. Добрый день. И руководитель Ленского бассейнового водного управления, Федерального агентства водных ресурсов Петр Михайлович Аргунов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха-Радио. Вы можете дозвониться к нам по телефону 32 00 66 32 11 66. Ну что же, а начать наш разговор я хотела бы со следующего вопроса. Давайте коротко характеризуем водные ресурсы нашей республики. Чем мы можем гордиться? Пожалуйста. Ну, мы гордимся тем, что мы самая водная республика. У нас 800 тысяч озер, 700 тысяч рек. Из них вот река Лена и ее притоки Вилюй, Алдан являются огромными водными водотоками. Река Колыма, Эндигирка, Аннабар и таких республик в России нет. И кроме этого у нас еще запасы ледников, пресной воды, озера, которые богаты рыбными ресурсами, очень вкусной рыбой. Рыба наша ценится тоже не только в России. Поэтому мы, да, хвастаемся нашим богатствам. Ну, многие вот задаются таким вопросом, да, стоит ли вообще беспокоиться о запасах воды? Ну, я помню, что вот, например, нас еще в школе учили, что вода это не только возобновляемый, но и практически неисчерпаемый природный ресурс. Так ли это на самом деле? Да, я могу ответить. Всех приветствую. Ну, примерно в общем смысле так, в школе так же учат. Если даже весь объем брать, он все равно же возобновляет, все равно круг есть. Но здесь вопрос о качестве водных ресурсов. Если, конечно, постоянно будет негативное воздействие, антропогельное воздействие на наши водные объекты, конечно, будет ухудшение качества. А объем, конечно, он останется. А качество, конечно, может ухудшиться. Поэтому на это необходимо обращать внимание. Хорошо. Но мы все, конечно, знаем, что у нас река Лена протекает не только по территории нашей республики, но и других регионов. Вообще, как развивается водное сотрудничество в плане сохранения, например, чистоты реки и так далее? В этом плане федеральный орган исполнительной власти, в данном случае мы, Ленская бассейна и водное управление, являются межрегиональным органом исполнительной власти, который непосредственно занимается этим. Раньше, когда в 1995 году был старый относительно водный кодекс до введения нового водного кодекса, были бассейновые соглашения между субъектами Российской Федерации, которые протекают непосредственно в водный объект. В данном случае, если я разговариваю про реку Лена. А сейчас введение водного кодекса нового, относительно нового, он уже не так же новый, 2007 года. Но мы среди коллег, среди специалистов говорим, что это новый водный кодекс. У нас работает бассейновый совет Ленского бассейнового округа, где именно поставлены вами вопросы и решаются. Комплексно, со всеми субъектами, которые непосредственно расположены на бассейне реки Лена. Иркутская область, Берятия, Забайкальский край, Амурская область, Республика Саха и Якутия. Ага, и всё. И субъектам передаются федеральные полномочия по охране водных объектов, по предоставлению прав пользования водными объектами, по предотвращению негативного воздействия. И все эти полномочия передаются именно субъектам, уполномоченным органам. Вот давайте как раз о полномочиях поговорим. Расскажите, пожалуйста, кто и чем занимается вообще, каковы полномочия, например, вашего управления и министерства? Пожалуйста. Можно сказать, что мы вдвоём представляем почти все водные ресурсы Республики Саха и Якутия, а я ещё плюс Магаданскую область. То есть федеральные полномочия распространяются на водных объектах, которые протекают в двух и более субъектах. Всё это отражено в Водном кодексе, 74-й федеральный закон, и есть определённые статьи, 25-26-я, где передаётся полномочия органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, если водный объект протекает в одном субъекте, например, как Амга, Алдан, ещё там Нью-Я. Все водные объекты, которые в границах республики. В границах одного субъекта. Вот это вот основное... Трансграничные, они как бы... Да, ещё бывают, которые вытекают за пределы Российской Федерации, но это уже другая тема. А вот конкретно на поставленный вопрос можно так ответить. Если водный объект протекает в двух и более субъектах, полномочия именно по защите, по использованию, по охране, это органы федеральные, исполнительные территориальные органы федеральной власти. А внутри одного субъекта это органы исполнительной власти, непосредственно субъектов. В данном случае у нас один единственный полномочный орган, некоторые путают. Это департамент по водным отношениям Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. И больше нет никого. И руководитель вот слива от меня сидит. Любите жаловать. Хорошо. Зинаида Гуровна, добавите ещё что-нибудь? Ну да, вот как я уже сказала, нам переданы федеральные полномочия. И мы вот водные объекты предоставляем пользование на забор воды, на сброс воды, на все виды деятельности, которые связаны с водными объектами. На озёрах, на реках. И по надзору Министерства экологии тоже. Если река трансграничная, то это федеральные полномочия. А если внутри республики, это республиканские полномочия. Это именно по охране водных объектов по надзорной деятельности. И также у нас ограничения идут федеральные и республиканские, когда есть анодромные и катодромные реки. Это наши северные реки, куда приплывают для метания икры виды рыб с моря. Вот эти водные объекты тоже по надзору являются федеральными. То есть Роспроднадзор у них контроль. Хорошо. А можно узнать вообще, сколько средств за пользование водными объектами поступило, например, в прошлом, в 2022 году? И кто вообще является основным плательщиком? Здесь главным администратором дохода по оплате пользования за водными ресурсами является Леновское бассейнное водное управление. У меня два субъекта, как я выше говорил. Магаданская область и Республика Саха-Якутия. По Республике Саха-Якутия плату собирает Зинаида Егоровна. Она, значит, в прошлом году, в кавычках, 176 миллионов собрали за пользование. Это вот плата. А Магаданская область — 140. В общем, значит, по зоне деятельности где-то 296 миллионов с копейками. Примерно так. А по Республике 170. Примерно 100. Нет, 100. Всего. А, всего 170. Миллионов рублей. Основной у нас платильщик — это, конечно, Вилюйская ГЭС. Вот ГЭСы очень огромную сумму платят. Вы там по процентам. Это 50% энергетики. 38% — это сфера ЖКХ. Ну и недропользователи. Недропользователи и 3% прочие. А водопользователи — это лицензированная деятельность, да? Они вообще не должны иметь лицензию? Раньше было понятие лицензии. Можно про это рассказать, да? Раньше было понятие лицензии. Вот прямо лицензия — вот единственная бумажка, которую получали водопользователи. Сейчас сведение нового водного кодекса — это плоскость перешла на договора водопользования, где почти то же самое, но более расширено, более четко расписаны права и обязанности, сколько они должны платить по определенной ставке платы. Да, два вида разрешительных документов у нас, которые мы выдаем — это договор водопользования и решение о предоставлении водного объекта в пользование. Договор предусматривает договорные отношения и плату за пользование водными объектами. А решение о предоставлении водного объекта — это бесплатно, но при этом, конечно же, ставятся условия, как охранять водный объект, которым пользуются, как должны пользоваться. И все это в программе наблюдения, в программе проведения водохозяйственных мероприятий указывается. И эти два вида документа являются заменой лицензии, которая раньше была. Основополагающие два документа сейчас. Хорошо. Давайте теперь поговорим об основных направлениях государственной политики в области водных ресурсов. Вообще, какие задачи по этому направлению являются первостепенными? Ну, давайте, значит, пару слов буквально. Политика основная направлена государством на комплексное использование водных ресурсов. Комплексное, понимаете, да? Не только один водопользователь, а комплексно, чтобы рационально использовали водные ресурсы. Например, в Ильюе, например. Потом высокой экологической эффективностью должно быть. Еще третье — это политика направлена на предупреждение от негативного воздействия. Это общее понятие. Под этим очень многое входит. Даже все наши мероприятия по капстройке, по капремонту. Ну и безопасность непосредственно гидротехнических сооружений, которые расположены на водных объектах. Вот основные направления. Ну и основное самое, можно сказать, рациональное использование. А, еще рациональное, ну комплексное рациональное использование. Хорошо. Какие мероприятия у нас входят в программы оздоровления наших рек и чего уже удалось достигнуть? А, ну в масштабах страны есть нацпроект экологии. И под программой есть определенные. И там конкретно прописано оздоровление каких-то водными. В данном случае о оздоровлении, наверное, речь идет реки Волга. Это программа как раз сейчас реализуется. Как раз сейчас реализуется и заканчивается. Основной посыл — это строительство и реконструкция очистных сооружений, которые непосредственно расположены на берегах реки Волги, матушки. А если перетранслировать наш регион, на республику Саха-Якутия, ну это можно через те же договора, да, внимание сделать, чтобы были рациональные вопросы использования водных ресурсов. Ну и буквально в февральском послании президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что вот оздоровление водных объектов должно в новые программы войти. Ну, он назвал ряд водных объектов. Это, конечно же, Волга, Терек, там, в общем, западные реки, которые более подвержены антропогенному воздействию. Но, несмотря на это, наш Илтумен Совет Федерации предлагает и реку Лена туда включить, чтобы туда вошли мероприятия по строительству канализационно-численных сооружений, по строительству защитных сооружений от негативного воздействия, по уборке территорий, ну и по подъему затонувших судов. Потому что наш бассейн реки Лена загрязнен затонувшими судами, и мы вот буквально тоже позавтера получили заключение Росприроднадзора, где на бухте Тикси у нас затоплено 18 видов плавучих средств, которые загрязняют и море, и дельту реки Лена. Заключение экспертное, что да, они являются объектами негативного воздействия. Вот и загрязняют водные ресурсы. Ну и, конечно же, нужны огромные средства для того, чтобы очистить. Пару слов, да, буквально. У нас, у вас там было оздоровление, а у нас вот парламент ставит сохранение водных объектов наших. Сохранение, не оздоровление, а сохранение. Самое главное — сохранение для нас. Потому что вот по реке Лена мы же заявлялись, когда нацпроект «Экология» только начали. Реализовывать мы тоже обратили, чтобы на реку Лена обратили внимание. Но мы получили тоже с АМПР… Похожее состояние, да. АМПР России мы получили, что в приоритете река Лена не стоит, потому что она чище, чем вот западные. Относительно центральных водных объектов Российской Федерации. Я думаю, пока приоритете по России не стоит. Но это работа плановая. Плановая постепенно, наверное, через сколько-то определенное время будет. Ну и поэтому они вот на сохранение именно подчеркивали не оздоровление, а сохранение. То, что есть, чтобы сохранить, больше дальше не загрязнять в этом плане. Вот такая политика как раз, как раз так, и чтобы сохранить. Хорошо. Одним из факторов, который наносит ущерб нашему населению, конечно, является паводки. Давайте вспомним вообще воздействие паводковых вод, каким было в прошлом году. Ну, паводок прошел сложно в прошлом году, в 22-м году. Начиная с весны, основной водный объект – это река Лена. Вокруг этого, значит, все живем. Начиная он на территории Ленского, Лёквинского, очень сложно прошел. Помните Солянка? Никогда такого не было. И резкий затор, и там были затопления. Хоринцы. Хоринцы, Солянка. И вроде более-менее нормально здесь пропустили. А потом этот летний, Верхоянск. Черная вода уже пошла, да? Ну, там тоже немножко северные водные объекты, поэтому после осадков у нас тоже тяжелая ситуация была в прошлом году. А так, в общем, у нас всегда и будут половодия, прохождение пиков воды, паводков и заторные явления. Знаете почему? Почему? Потому что единственный водный объект на территории Российской Федерации, который не зарегулирован человеком. Река Лена, Колыма, ну, Вилюй, она зарегулирована. Ну, Колыма отчасти, вот Алдан, Амган, не зарегулирован. По сравнению с центральной частью России. Они пики, такой большой сток воды, они срезают. Сдерживают. Сдерживают. Есть плотины крупнейшие, которые сдерживают. А у нас нет такого. У нас катастрофические паводки в любой момент могут быть и были. Даже не вспомним, да, 2000, какой первый, да? Первый год, Ленск. 98-й, 99-й. Все помнят, как у нас здесь было страшно. И такие катастрофические ущербы были. Миллиард, почти полтора миллиарда. Почти до двух миллиардов наш. Если график делать, то именно в 2001-й резкие такие ущербы. Целый город же Ленск. Большой город. Это не маленький. Вот просто некоторые не имеют представления. Школьники, может быть, студенты. Я вот общаюсь с студентами. Они не имеют представления о значении городов. Алёкминск, Ленск. Это большие города. И там они ушли под воду. Страшно было. Ну и почему мы уходим, да, паводки наблюдаем? Потому что наши же реки идут с юга на север. То есть с юга, если скрывается, с север ещё не готов. И заторные явления обязательно бывают. Вот те работы, которые мы проводим именно против заторных явлений. Это ослабление прочности льда. На начальной стадии. На начальной стадии. И это помогает. Эффективность работы доказана по ослаблению прочности льда. Чтобы именно заторные явления исключить на тех местах, где заторы обычно образуются. И наши реки, да, мы в любом сути будем наблюдать эти паводковые явления. В прошлом году, да, вот большие. Ну, можем сказать, небольшие, потому что ЧС было муниципальным характером всё-таки. Даже не республиканского. Тем не менее, у нас пострадало 30 населённых пунктов. И 11 из них вот в летний паводок. Это Верхоянский. Летний, осенний. Да. Осенний ещё бывает. Это из-за того, что вот сильные осадки были, с южным циклоном вышли. И они вот наполнили северные реки, которые горные. Они очень быстро наполняются. И очень быстро вот вода затекает в населённые пункты. Ну, вот есть такое мнение, что несмотря на то, что вот мы живём на севере, и воды у нас больше, а в средней части, например, России воды меньше, но там паводки бывают, ну, как бы, более значительные, более масштабные, да. Так, у нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Как раз-таки ответим на мой вопрос, который я задавала, дорогие друзья. Я напомню, что сегодня мы говорим о Всемирном Дне Водных Ресурсов. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И, как вы знаете, 22 марта во всём мире отмечается как День Водных Ресурсов. Поэтому наш разговор сегодня посвящён вопросам чистоты и сохранности наших рек, озёр. А также мы говорим о контроле за деятельностью водопользователей и водном мониторинге в нашей республике. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Минэкологии Республики Зинаида Егоровна Васильева и руководитель Ленского водного управления Федерального агентства водных ресурсов Пётр Михайлович Аргунов. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на «Волнах» «Сахарадио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Давайте, наверное, наш действительно разговор продолжим с того как раз-таки вопроса, который я задавала. А почему вот говорят, что несмотря на то, что в средней полосе России, например, таких крупных рек нет, наводнения там всё-таки крупнее? Ну, ещё раз мы повторяем, крупные реки есть, как инисей, обь, чего они стоят, да, вонга. Просто соотношение населения во время паводка, это, ну, представьте, вот вся территория республики, и в нём проживает всего 900 с чем-то тысяч. Ну, миллиона даже нет. Вы представьте, например, на обе города-миллионники. И вот немножко даже на первое надпойменное терраса водного объекта вода выходит из своего русла. Это естественный процесс. Паводки — это естественный процесс. Природные явления немножко выходят из затопления больших относительных территорий, и где проживает больше, большое количество на маленьком кусочке относительно республики Сахая-Якутия. А у нас телефонный звонок, наушники приложите к ушам, да? Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый день. Да, слушаем вас. Добрый день. Хангалатский улус Валерий Иванович Артюшкин. Ну, вот я с этим водным ресурсом, так как родился и живу на бабушке, на матушке нашей красавице Лена, хочу сегодня вот отметить день водных ресурсов и пожелать нашей бабушке полноводного течения, больших вод. И хочу вот обратиться к участникам передачи. Конечно, мы живем на такой красавице реки Лена. Раньше она была красивая, помню, в детстве. И судоходная была, и берега красивые были. И сенокосы отличные были. И вот сейчас-то она какая стала, вы же видите, острова, тольники, все заросли, ни берегов, ничего. Все, ни частоты туда идут, и в Италии, все, все, сливается. Река не река, сейчас уже одна беда, видимо. И вот у меня вопрос, Петр Михайлович, Петр Михайлович, вы обратите, мы с вами не встречались. Я много лет уже с этим вопросом поднимаюсь и никак не могу. Может, от вас что-то хорошего услышу. Я имел в виду земснаряды, вы знаете, что это такое. В нашем детстве земснаряды чистили, все время фарваты реки Лена. И река была, вот три дня их, где доход кончился, никаких затоплений, никаких потопов, никаких наводнений, ничего. Там где-то в Верховьях маленько и в Валекминске чуть-чуть затапливало, а остальное все проходило. За три дня у нас по-крусски проходило Лена. Потому что фарватыр был, река очищалась. Середина фарватыр, весь земснаряд, целое лето работает здесь, работает и работает. А сейчас ни одного земснаряда не увидишь. Люди не знают, что такое земснаряд. Ну-ка, Петр Михайлович, расскажите, что это такое, и как с ним быть, и что он делал, и какие успехи. Где эти земснаряды сейчас? Почему у нас река вот такая запущенная? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, Валерий Иванович. Я попытался ответить на данный вопрос следующим образом. Так, в 80-е годы, самый рассвет развития республики Саха-Якутия, когда промышленность развивалась, торговля и тому подобное. Все товары народного хозяйства перевозились по водным объектам республики Саха-Якутия, по реке Лена, непосредственно товар, который предназначался для промышленности, в первую очередь для добычи алмазов, она транспортировалась судами. Перевалочный пункт по железной дороге, все эти средства, вот Айхальский ГОК, Удачнинский ГОК, непосредственно Мирдинский ГОК, это же большое количество оборудования доставлялось, и северные промышленные объекты доставлялись через реку до Усть-Кута, а потом перевалкой до Ленска, Лёгвинска и до Якутска. Ходили большие суда река-море и с осадкой почти до трех метров. Чтобы обеспечивать прохождение данных судов на лимитирующих участках, это перекаты, необходимо произвести губительные работы. Земь с нарядом. Это такая большая машина, в кавычках можно сказать, которая работала на реке Лена в 80-х годах, их количество доходило до 40 единиц. Только на участке от Якутска до Усть-Кута где-то 40 единиц земель с нарядом ходила. Потом мы изучали этот вопрос, анализ, почему так резко упало. Да просто очень простой ответ. Это просто экономический вопрос со времен строительства и прохождения нитки железной дороги до Нижнего Бестяха, до этого автодороги, введения эксплуатацию Лена. Большая часть возится по земле, поэтому чисто экономические отпалы. И плюс цена вопроса выемки одного куба по ценам 2004 года стоила 236 рублей. Необходимо просто анализ делать. Маленькую косу, определенный участок, сколько это миллионов, 40 миллионов. Это просто умножаем на это, это миллиардные суммы. Чтобы обеспечивать миллиард, просто доставить. Легче же по дороге доставить. И поэтому с этой стороны чисто экономически это упало. И повторным там эффектом было это как раз на углубительное прохождение судов. Этим непосредственно занимается Министерство транспорта Российской Федерации в лице ФГУ администрации Ленского бассейна. Раньше они назывались Ленское бассейнное территориальное управление судоходства. Сокращен ЛБУ, Ленское бассейн. Мы органы исполнительной власти. А они непосредственно ФГУ, которые занимаются обеспечением судоходства. Вот они, которые вот знаки опознавательные на фарватере. И непосредственно обеспечивают судовые ходы. Сейчас у них осадка перешли на плоскодонные суда, которые имеют осадку не 3 метра, а там 1,5 или 2 метра. И поэтому чисто они на таких лимитирующих уровнях проводят определенные объемы работ на углубление. И их сколько осталось? Всего флота у них где-то 4 единицы. Основные силы и средства направляются на бары Яны Индегирки. Это северный завоз, чтобы суда северного завоза прошли через бары. Это вот как будто вот выходишь в устье, это как будто море. Но на самом деле там мелко, там всего метр может быть. А так широко вообще, берега не видно, как море. И поэтому необходимо там проводить углубительные работы. Все силы туда направлены. Вот как-то так, чистая экономика это. Хорошо, я думаю, вы дали исчерпывающий ответ на вопросы нашего телезрителя или слушателя. Так, давайте поговорим, как сейчас идет подготовка к пропуску весеннего половодия, по каким направлениям проводятся работы и где. Ну да, вы или мы. И вы, и мы. Давайте вы начнете, потом я закончу. На реках, которые мы уже говорили же по разделению полномочий, да, на реках Алтан, Амга, Анюя, Тока, который протекает внутри нашей республики, эти работы проводит Министерство экологии. И виды работы – это ослабление прочности льда, зачернение. Эти работы в соответствии с проектом, который прошел госэкспертизу, проводятся. Зачернящим веществом является угольная пыль, песок в соответствии с каким-то процентом соотношения смесь. И эти работы обязательно мы рассматриваем как раз на научно-техническом совете Ленского БВУ и получаем от членов научно-технического совета одобрение. То есть вот эти схемы все согласовываются с Министерством чрезвычайной ситуацией и Ленским БВУ. И потом уже работы проводятся. На данный момент эти работы у нас уже законтрактованы. Все подрядные организации выйдут на работу. И в этом заинтересованы и администрации муниципальных образований. Они очень заинтересованы, они следят за тем, как они проводят эти работы. И у нас создается межведомственная комиссия, которая принимает эти работы. Работа начнется в конце марта, потому что, как вы видите, сейчас снег идет и идет. И если сейчас проведут, то эффекта не будет. Поэтому вот как раз мы выжидаем момент, когда все, снега закончились, и до 15 апреля эти работы мы должны провести и уже сдать комиссии. Я тогда буквально пополню. Значит, если комплексно смотреть на данный вопрос, что сейчас проводится? Сейчас проводится работа по нескольким направлениям. В первую очередь, это предпаводка и обследование гидротехнических сооружений и объектов, представляющих экологическую опасность совместно с Министерством экологии, Росприводнодзором, Росрыболовством, Ростехнодзором. Это вот для понимания. Это вот наши гидротехнические сооружения готовы или нет к поводку. Дальше, значит, регулирование крупнейших водохранилищ Российской Федерации. Это на зоне деятельности, это Вилюйское водохранилище и Колымское водохранилище. И третье, координация и контроль за проведением вот этих противопаводковых мероприятий по ослаблению прочности льда. По вашему ОПЛ, да? По нашему ПП. Это что такое? Это мероприятия, которые направлены, превентивно направлены на ослабление прочности льда на заторопастных участках, на наших реках, которые давно известны. Даже есть каталог заторных, зажорных явлений гидромета 1976 года. По ним, значит, проводится по Лене и Колыма на 8 муниципальных образованиях. У вас сколько муниципальных образований? У нас 9 муниципальных образований. Из всего, значит, мы предусмотрели федеральные средства для республики 44 миллиона рублей. 44 с копейками. Из них, значит, на Лену, Колыму 20 с чем-то, на Алданамга, Току, Ньюя 16, почти 17 миллионов рублей. Самое главное, значит, с прошлого года все это мероприятие началось. Это же не просто так, пришел и это все сделал. Это серьезная работа. Подготовительная работа. Подготовительная. Это все через закупки по 44 федеральному закону. Это не просто так. Это определение подрядчиков. Сейчас мы почти готовы к выходу проведения данных мероприятий. Потом еще здесь самая важная, главная работа комиссии по чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности правительства республики Саха-Якутия, где является председателем наш Ильдархан. А заместитель, это первый заместитель председателя правительства республики Саха-Якутия Дмитрий Дмитриевич Садовников. Они непосредственно, когда поводок начнется, вместе с муниципальным образованием республики Саха-Якутия, будут провожать составы оперативных групп. До этого несколько выездных заседаний будет КЧС. Буквально в эти дни уже стартует, уже план есть по муниципальным образованиям. И там уже конкретно места от ГОНОС, пункты временного размещения, сколько населения туда уйдет. Потом комиссия, если по воду Кущевы, как система оперативных дежурных. Это все в системе РСЧС, которая координирует наше главное управление МЧС России по республике Саха-Якутия. Это вот потом. А сейчас подготовительное. Это проверка ГТС, проведение противопадки мероприятий, подготовка крупнейших водохранилищ Российской Федерации, принятие этих и пропуску паводка, и координации, и контроль, и проведение данных выездных заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям. Примерно так. Как вы оцениваете, в целом вообще состояние гидротехнических сооружений по республике не влияют ли на их устойчивость, например, процессы, которые у нас протекают, потепления и так далее. Такие сооружения, их очень много, почти 300, да? 313. И они имеют свои определенные классы, там 117-й федеральный закон безопасности ГТС, с которыми определены 4 класса. Первая – это высокая опасность, вторая – умеренная опасность. И в основном они четвертой класса слишком много, да? Это в основном третьего и четвертого. Они принадлежат Министерству сельского хозяйства, непосредственно управлению мелиорацией. А вот то, что непосредственно к нам относится, да, это вот инженерная защита города Якутска, Ленск, Алёкминска, Этекёль, Берегокрепительные мероприятия, и мелкие тут рядом с Якутском. И я еще хочу сказать им, да, вот по Чернышевскому это инженерное защитное сооружение города Якутска, которое было построено за счет федеральных средств, за счет Ленского, ну, через Ленское бассейнное направление, и потом уже заказчиком уступает исполнение дирекции, да? А люди, горожане, думают, что это построил этот мэр Михальчук, да? Не знаю. Нет, я вот с кем не общаюсь, да, все говорят, это мэр Михальчук построил, да, нам дамбу, мы вообще... В тот период он был мэром. Да, просто он был в тот период мэром, а так-то все это началось, когда Ленск же ушел, а когда наш президент Владимир Владимирович туда приезжал и непосредственно указ принял о защите крупнейших городов республики Саха-Якутия. Ленск, Алёкминска, указ вышел, и даже первые трансферты федеральные шли через Амурское бассейнное водное управление. И в связи с этим мы воссоздались. Просто для понимания, водным отношениям почти 100 лет, 1932 года. Государственному управлению водными ресурсами, как орган государственной власти, 1968 года, будет 55 лет. А вот непосредственно департаменту, а нам, Ленскому бассейну вон, 22 года. А так, взаимоотношения, они это полномочия никуда не уходят. Просто перетранслируются, а органы исполнительной власти непосредственно, ЛБДУ раньше было в советское время, ветераны наши есть, а ЛБУ 22. А вам сколько лет будет департаментом, министерством? Больше. Да, 93-го года. Вот считайте. Хорошо. Ну и в завершении нашего разговора хотелось бы задать такой вопрос. Мы знаем, конечно, что человек на 90% состоит из воды, то есть получается мы практически то, что мы пьём. А вот качество воды, которая течёт у нас из-под крана, оно на сегодня удовлетворительное? И вообще от чего оно зависит? Ну, здесь мы об источниках, если говорить, то источники у нас даже вода реки Амга, реки Лена считается чистыми. Мы как уже озвучили же, что даже на федеральную программу не взяли по оздоровлению этих водных объектов, потому что считаются более-менее чистыми. Ну а вопрос вот в канализационных сетях. Как говорил Валерий Ильич, я помню, человек тоже задал вопрос. Почему у меня ржавая вода течёт? Это уже вопрос трубам, да? Непосредственно это источник нормального состояния. И всё зависит от наших коммуникаций. Ну что же, дорогие друзья, это была программа «Якутка сегодня». Её подготовила и провела редактор Сергея Лана Антонова. И сегодня мы говорили о состоянии нашей воды, об охране наших водных объектов. Всего вам самого доброго. До свидания. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok